Добрый день, уважаемые коллеги. Благодарю за возможность участия в данной конференции. В этом докладе я бы хотел продемонстрировать, каким образом мы можем использовать различные диагностические методы в различных сочетаниях в зависимости от конкретных клинических ситуаций, как для постановки диагноза лимфомы, так и для определения стадии и прогноза заболевания у пациентов на примере четырех различных клинических случаев. Первый клинический случай – это пациентка 34-х лет. В декабре 2022 года она начала отмечать появление кашля, отека лица, отека глаз и шеи. Неоднократно обращалась к докторам по месту жительства. Решили, что это аллергическая реакция антигистаминными препаратами, продолжали лечение. Однако через два дня у пациентки появилась одышка в покое, усилился отек лица и шеи. Пациентка вызвала скорую помощь, была госпитализирована в дежурный стационар города, выполнена компьютерная томография, где было обнаружено объемное новообразование средостения, а также эфузия в плевральную полость слева и в полость перикарда. Пациентка получала лечение диуретиками, снизился отек и была выписана из стационара с рекомендациями консультации онколога. В феврале 2023 года у пациентки было резкое ухудшение самочувствия в виде ощущения нехватки воздуха, заметно увеличился отек верхней половины туловища. Отек был настолько сильным, что у нее появилась боль распирающего характера в области плеч и предплечий, а также выраженный отек обеих молочных желез. Повторно была госпитализирована в дежурный скоропомощной стационар, выполнена компьютерная томография, выявлено огромное медиастинальное новообразование с распространением практически на все структуры средостения, в том числе перикард, легкие сосуды средостения и увеличенные множественные лимфоузлы различных локализаций. Пациентке была выполнена функция с дренированием левой плевральной полости и была предпринята попытка забора гистологического материала для верификации, однако материала было недостаточно для точной постановки диагноза. Пациентка обратилась к нам в центр с жалобами на выраженную дышку при минимальной физической нагрузке, практически постоянный кашель. Как мы видим на фотографиях, у нее присутствовал выраженный отек верхней половины туловища, выраженный отек вплоть до кончиков пальцев и усиленный сосудистый рисунок на передней грудной стенке, что соответствует проявлению синдром издавления верхней полой вены третьей степени. В тот же день пациентке была выполнена компьютерная томография всего тела с внутривенным контрастированием, где также подтвердился отек мягких тканей верхней половины туловища, увеличенные шейные лимфатические узлы, огромный конгломерат средостений 15 на 17 на 11 сантиметров, который вовлекал все структуры средостения и большой выпад в левоплевральной полости, который компримировал левое легкое. И также выраженное увеличение лимфатических узлов живота из-за брюшинных лимфоузлов. В лабораторных исследованиях в клиническом анализе крови обращает на себя внимание лейкоцитоз за счет нитрофилов, увеличение относительного количества эзинофилов, снижение лимфоцитов, в биохимическом анализе крови, повышение уровня ЦРБ и снижение уровня альбумина. С целью верификации диагноза пациентки в этот же день в условиях отделения малой хирургии с УЗИ навигации была выполнена трепанобиопсина в образовании переднего средостения и согласно гистологическому иммуногистохимическому методу исследования в течение полутора дней был поставлен диагноз классической лимфомы Ходжкина. С целью стадирования выполнена на следующий день биопсия костного мозга по аспирационной биопсии, трепанобиопсии костного мозга данных за поражение костного мозга лимфомой получено не было. И стоит отметить, что у пациентки в связи с тяжестью состояния единственным методом стадирования лимфомы в данном случае использовалась компьютерная томография. Возможности выполнения позитронной эмиссионной компьютерной томографии не было по причине необходимости экстренного начала противоопухолевой терапии. Таким образом, окончательный диагноз звучит как лимфома Ходжкина классическая, верифицированная при помощи трепанобиопсии новообразования переднего средостения с ультразвуковой навигацией. Третья стадия с поражением лимфоузлов шеи, огромным новообразованием средостения с вовлечением близлежащих структур, поражением абдоминальных лимфоузлов, наличием выпадов плевральной полости и перикарди. Согласно международному прогностическому индексу для лимфомы Ходжкина распространенных стадий у пациентки промежуточная группа прогноза с наличием гипоальбуминами ниже 40 грамм на литр и относительным снижением количества лимфоцитов. Также присутствует синдром сдавления верхней полой вены. Следующий пациент 35 лет. В сентябре 2022 года, после того, как он переболел острой респираторной вирусной инфекцией с танзелитом, заметил, что когда симптомы ОРВИ начали регрессировать, одна из миндалин не уменьшалась в размерах. Дальше в декабре 2022 года он заметил, что она начала увеличиваться в размерах, стала мешать ему и возникло ощущение народного тела в глотке. Он обратился к лору и гематологу по месту жительства. Ему порекомендовали выполнить ПЭТ-КТ, который он сделал 30 января 2023 года. На позитронно-эмиссионной компьютерной томографии выявлена увеличенная левая нёмная миндалина с повышенной метаболической активностью 5 баллов подавиль. Других представительств лимфомы у пациента обнаружено ПЭТ-КТ не было. Он обратился в наш центр и в амбулаторных условиях в поликлинике была выполнена биопсия врачом-ареноларингологом, эксцезе нескольких кусочков левой нёмной миндалины. Гистологически в данном материале обращает на себя внимание инфильтрация субапитериальной стромы миндалины моноворхными атипичными клетками, которые экспрессируют по иммуногистохимическому методу белки BCL2 и CMYG. Таким образом, предварительно гистологический диагноз звучал как бы клеточная лимфома высокой степени злокачественности, high-grade неуточнённая. Пациент поступил на госпитализацию в наш центр в феврале 2023 года с жалобами на сухость во рту и прогрессирующие ощущения народного тела в глотке, которая мешала ему спать. В лабораторных исследованиях никаких отклонений обнаружено не было. Была выполнена в тот же день компьютерная томография с внутривенным контрастированием, где выявлена увеличенная левая нёбная миндалина до 33 на 24 мм, которая деформировала и сужала просвет горта на глотке. С целью определения конкретного подтипа high-grade бэклеточной лимфомы гистологический материал был повторно исследован при помощи флуоресцентной гибридизации in-situ с целью выявления перестроек в обнаруженных гиперэкспрессированных белках. Таким образом, при помощи ФИШ была обнаружена перестройка транслокации 8-14, что соответствует мутации в гене CMYG, и транслокации 14-17, соответствующая мутации в гене BCL2. Таким образом, окончательный патоморфологический диагноз звучит как бэклеточная лимфома high-grade double-hit лимфома. С целью стадирования также была выполнена биопсия костного мозга. По данным аспирационной биопсии, трепанобиопсии, поражения костного мозга выявлено не было. А также high-grade бэклеточная лимфома является независимым, неблагоприятным прогностическим фактором высокого риска поражения центральной нервной системы, поэтому пациенту была выполнена также диагностическая лимбальная пункция. По данным цитологического анализа и общего анализа спинномозговой жидкости никаких отклонений обнаружено не было. Таким образом, диагноз после обследования звучит как нехожкинская лимфома бэклеточная high-grade с перестройками генов CMYKBCL2 или double-hit лимфома. В первой стадии с изолированным поражением лево-небной миндалины, международный прогностический индекс для бэклеточных лимфом 0, нет факторов риска, однако высокие факторы риска поражения центральной нервной системы. Данный клинический случай демонстрирует необходимость наличия в учреждении таких тонких методик, как молекулярно-генетическое исследование, в частности флуоресцентной гибридизации инситус, с целью постановки точного диагноза, поскольку у данного пациента это повлияло на тактику лечения. Следующая пациентка 58 лет в июне 2021 года стала ощущать сильную общую слабость, прогрессирующую со временем, стала сильно потеть по ночам, похудела на 10 кг в течение лета, и появилось уплотнение в левой части живота, которое она заметила самостоятельно. Также до декабря 2021 года она заметила увеличение лимфатических узлов шеи, обратилась к онкологу по месту жительства, была выполнена тонкоигольно-аспирационная биопсия лимфоузлов шеи, в результате цитологического анализа никаких отклонений в нем обнаружено не было. В общем анализе крови у пациентки в декабре появился лейкоцитоз за счет повышенного количества лимфоцитов и присутствовало 2% бластов. К январю 2022 года за месяц у пациентки количество бластов выросло до 24%. Пациентке гематологам была рекомендована поситронная эмиссионная компьютерная томография, где выявлены многочисленные группы увеличенных с высокой метаболической активностью 5 баллов подавиль практически все группы лимфатических узлов, сильно увеличенная селезенка диффузная, повышенная метаболическая активность 5 баллов подавиль, и умеренно повышенная активность костного мозга. Пациентка к нам поступила в январе 2023 года с жалобами на слабость, одышку, сильную потливость и огромное плотное новообразование в животе, которое занимало всю левую половину живота, пальпировалось до малого таза. В день поступления были выполнены лабораторные исследования в клиническом анализе крови анемии с тромбоцитопенией, гиперликоцитоз за счет бластов и лимфоцитов. В биохимическом анализе крови небольшое повышение уровня СРБ и бета-2 микроглобулина. Выполнена компьютерная томография, где обращает на себя внимание значительно увеличенная селезенка до 20 на 10 на 27 сантиметров, в которой опускалась полость малого таза, и увеличенные все практические группы лимфатических узлов. С целью верификации диагноза у данной пациентки было выполнено проточное иммунофенотипирование клеток крови, и согласно иммунофенотипу диагноз соответствовал лимфоме из клеток зоны мантии, однако для точной установки диагноза было рекомендовано молекулярно-генетическое исследование. Выполнено цитогенетическое исследование в течение двух дней, выявлена транслокация 11-14 и трисомия по третьей хромосоме. Также при помощи флуоресцентной гибридизации инситу подтверждена транслокация 11-14, что характерна перестройкой гена циклина D1 для лимфомы из клеток зоны мантии, а перестроек генов TP53 и BCL2 обнаружено не было. Выполнена биопсия костного мозга, где как в миелограмме, так и в трепанобиопсии обнаружено поражение костного мозга неходжкинской лимфомой. Миелограмма отправлена на иммунофенотипирование, где подтвержден набирантный иммунофенотип опухолевых клеток лимфомы из клеток зоны мантии, соответствующий иммунофенотипу клеток крови. Также стандартом для лимфомы из клеток зоны мантии является гастроскопия с колоноскопией, с биопсией множественной, мультифокальной, даже неизмененных участков слизистой. Пациентке было выполнено 15 биопсий, и во всех биопсиях была подтверждена мантийно-клеточная лимфома с характерным иммунофенотипом. Выполнена лимбальная пункция в связи с тем, что бластный вариант лимфомы из клеток зоны мантии является фактором независимым неблагоприятного прогноза у пациентов с поражением центральной нервной системы. В общем анализе спинно-мозговой жидкости, цитологическом и иммунофенотипировании никаких отклонений опухолевых клеток обнаружено не было. Также по данным МРТ головного мозга данных за специфическое поражение вещества головного мозга не получено. Таким образом диагноз после дообследования звучит как неходшкинская лимфома из клеток зоны мантии, ТП-53 не мутированная. Бластный вариант подтвержден при помощи иммунофенотипирования клеток крови и костного мозга и трепанобиопсии костного мозга. Четвертый B стадий с поражением множественных лимфоузлов селезенки, крови и костного мозга. С неблагоприятным прогнозом по международному прогностическому индексу для лимфома из клеток зоны мантии, который учитывает возраст, общий соматический статус, уровень ЛДГ, а также уровень бета-2 микроглобулина и неблагоприятный прогностический фактор по поражению центральной нервной системы и присутствию любой симптомы. И последний пациент, 37 лет, в 2011 году он заметил увеличивающийся лимфатический узел в левой паховой области, была выполнена также тонкоигольно-аспирационная биопсия, в которой был поставлен диагноз нормальный лимфатический узел. В марте 2022 года стал отмечать подъем температуры тела до 39 градусов на протяжении суток постоянно, сильную потливость, общую слабость и появился дискомфорт в правом и левом подреберьях. Был выполнен лабораторный минимум в клиническом анализе крови анемия с лейкопенией, в биохимическом анализе крови цитолитический и холестатический синдром, а также снижение уровня фибриногена. На компьютерной томографии увеличенная печень и селезенка с множественным очаговым поражением, увеличенные забрюшинные лимфоузлы, тазовые лимфоузлы и паховые лимфатические узлы. В апреле 2022 года лихорадка стала постоянной, сильная потливость по ночам и пациент стал худеть. Выполнена биопсия лимфатического узла левой паховой области, где поставлен диагноз лимфомы неуточненная вследствие невозможности выполнения иммуногистохимического метода исследования. Повторный анализ иммуногистохимическим методом исследования в локальной лаборатории при повторном анализе выявил надулярную гиперплазию лимфоузла за счет расширения паракортикальной зоны с реактивной гистиоцитарной инфильтрацией. Диагноз лимфомы установлен не был. Далее в мае пациенту была назначена терапия глюкокортикостероидами, переднизолоном и дексаметазоном в различных дозах. При этом в клиническом анализе крови прогрессировала трехростковая цитопения. В биохимическом анализе крови сохранялся холестатический и цитолитический синдром и сниженный уровень фибриногена. И в мае 2022 года пациент обратился к нам в центр. Выполнена трепанобиопсия в образовании левой подвздошной области, повторная с ультразвуковой навигацией. И госпитализирован 24 мая на отделении гематологии. Перед этим пациент выполнил позитронно-эмиссионную компьютерную томографию, где было выявлено поражение множественной группы лимфатических узлов живота, таза, а также паха. И выявлены очаги патологической гиперфиксации втородезоксиглюкозы в селезенке печени и легких. При поступлении в общее состояние средней степени тяжести с высокими подъемами температуры тела до 39 градусов с сильной потливостью, общей слабостью при осмотре обращала на себя внимание гепатомигалия с пленами галии, а также болезненность при пальпации в правом и левом подреберьях. Пациенту была выполнена компьютерная томография с надревенным контрастированием, где выявлены увеличенные практически все группы лимфатических узлов и очаговое поражение селезенки печени и легких. В клиническом анализе крови обращают на себя внимание анемии, тромбоцитопения и лейкопения с лимфопенией. В биохимическом анализе крови выражены холестатические цитолитические синдромы, повышенное содержание ферритина до 13 тысяч и снижение уровня фибриногена. Был выполнен повторный анализ гистологических препаратов, поставлен диагноз периферическая т-клеточная лимфома не специфицированная, с повышенным количеством фиброидной ткани с гиперактивацией фибробластов. Также выполнена повторная трепанобиопсия новообразования левой подвздошной области с учетом результатов предыдущего исследования. Также поставлен диагноз периферическая т-клеточная лимфома со сходом в коллагеновый фиброз. Выполнена биопсия костного мозга, на которой обнаружено большое количество макрофагов с фагоцитарной активностью, фагоцитирующих эритроциты с нормобластами, и тромбоциты, а реже нитрофилы. По трепанобиопсии также подтвердилось большое количество гемофагоцитов, что соответствует гемофагоцитарному синдрому. Таким образом, у пациента диагноз после дообследования звучит как периферическая т-клеточная неходжкинская лимфома, 4-й B-стадии с поражением лимфатических узлов, живота и таза, с поражением селезенки печени и легких, наличием B-симптомов, вторичной анемии, лейкопении, тромбоцитопении. Также выставлен диагноз гемофагоцитарный вторичный синдром согласно критериям наличия лихорадки, гепатоспленомегалии, трехростковая цитопения, наличие гемофагоцитов в костном мозге, гиперферритиномии и гиперфабриногеномии. Спасибо за внимание.